О образовании мощного кулака широкими полномочиями в качестве противовеса непредсказуемой ФСБ мечтал еще Борис Ельцин. Аппетиты первого президента были гораздо более скромными, всего три бригады и пять тысяч человек. Сейчас же речь идет о четырехстах на тысячах человек, а полномочия Национальной Гвардии, согласно указу, уже не отличаются от полномочий ФСБ и МВД. Более того, сегодня в Думе прозвучали слова о том, что возможно есть смысл расширить права гвардейцев для гарантии выполнения возложенных на них задач. При этом нужно понимать, что среди тех самых задач числится подверженная широкому толкованию охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также уже заслужившая дурную славу борьба с экстремизмом. Аналитики американской компании небезызвестны, нужно сказать, со всех сторон. Страдфор уже заявили о том, что целью создания Национальной Гвардии может быть защита от угрозы нелояльности других силовых ведомств, в том числе армии, в случае государственного переворота. Закон дает им почти такие же полномочия, как закон давал полномочия внутренним войскам, только немного более широкие. И вот как она будет использоваться, эта ситуация покажет. Ситуация покажет. Я думаю, что еще один урок, который был усвоен, это урок последнего украинского Майдана, когда, как называлось спецподразделение, какая там птица, Беркут, по-моему. Беркут не справился с функцией сохранения общественного порядка, и он был в составе Министерства внутренних дел. И, в общем, я думаю, что этот опыт тоже был одним из, может быть, не главным, но одним из мотивов для того, чтобы выделить вот эти силы специального назначения в Национальную Гвардию, напрямую подчинить президенту.